МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, начнём новый сюжет с небольшой таблеточки памяти как для коллаборантов из Ордло, так и для российских пропагандистов. Гирания на службе России. Под ударом критическая инфраструктура Украины. Сотни сёл обесточены. Зеленский сообщает об уничтожении 30 электростанций. Приветствуем русофобский. Киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта. В общем, где-то год назад кремлёвские марионетки в Донецке и Луганске не скрывали радости во время обстрелов российской армии украинских ТЭС. Останется Украина без электроэнергии, без топлива. Будет разрушена жизненно важная инфраструктура. И действительно, Украина уйдёт в каменный вектор. Дай бог, дай бог. Выражений тогда, естественно, никто не подбирал. Да и зачем? Чем всем очень нравилось наблюдать, как страдают, цитата, украбомжи. Очень хорошая новость из украбомжатника. Что температура в квартирах жителей так называемой Украины зимой будет не выше 16 градусов. Кроме того, конечно же, были шутейки про темноту. Ну куда ж без них? Многие районы Западного Украина остались без света. Поэтому мы не знаем, что сейчас происходит. То есть у них началась тёмная ночь. Ну, наконец-то она началась. Показательные облизывания Суровикина. Мужчины помнят, что Газ Суровикин вышел на работу только в понедельник. Он вышел на работу в понедельник. И уже какие... Да, и потому что уже свет у них там в конце туннеля. И обещания холопам, мол, Украина будет сидеть без света минимум год. Вот так выглядит Украина сейчас. Похоже на необитаемую землю. Без света остаются около 10 миллионов человек. Устанавливать повреждения после ударов по инфраструктуре придётся больше года. И мы тогда ещё говорили, что опасно запускать подобный бумеранг. Потому как он может вернуться и больно врезать прямо по лбу. Но новоросы не слушали. Резвились, тресли кулачками. Всё впереди лишение электроэнергии Украины. Сразу лягут вышки связи. Сразу потеряется связь. Мы в течение месяца-полтора увидим колоссальнейшие результаты. И начнёт у Киевсам давать какие-то маяки для переговоров. И вот прошёл год. И сейчас очень хочется уточнить, как там дела, ребятки. Просто тут такое дело. И свет, и отопление в Украине есть. Суровикин давно уволен и прозябает на задворках в Кукаречной. А вот в Ордло, судя по всему, наступил блэкаут. Донецк уже несколько часов сидит по большей части без света и отопления. Говорят, попали в лэп. Народ в квартирах уже думает о буржуйках. В частных домах на электричестве и без газа вообще сейчас нет ничего. Тепла, воды. У кого-то хоть печки и генераторы, но это не у всех. Судя по тому, что невозможно дозвониться, мобильная связь и инет тоже местами полегли. И вы только почитайте, как же негодуют от этого недоросы. Обычно смотришь на Донецк с южной окраины и видно, что ночью небо над городом, алое от огней. Сейчас тьма. И только в районе Мариупольской трассы тянутся огоньки. Сидишь и думаешь, а как это получается, что Киев и прочая в тепле, в огнях, гудит по ресторациям, а в Донецке от одного плевка с той стороны случился почти блэкаут. Ничего не напутали? Так это еще не зима даже. А че такое? Уже не так смешны шутейки про темноту и украбомжей. Очень хорошая новость из украбомжатника. У них началась темная ночь. Ну, наконец-то она началась. Как говорится, не рой яму другому, чтобы потом не брать в кредит пауэрбанк. Да и пора бы в преддверии зимы признать, что в совершенно любые игры теперь можно играть вдвоем. И если российские пропагандисты считают, что бить зимой по ТЭС можно и даже нужно, чтобы украинцам, цитата, «жизнь медом» не казалась. Хорошо, что наше командование возобновило удары по энергетической инфраструктуре. Я думаю, что ближе к зиме эти удары должны, так сказать, все-таки интенсифицироваться. Для того, чтобы им, так сказать, жизнь медом не казалась. То им стоит заранее подумать, а не замучает ли ответка. А то же опять придется про фашизм ныть. Хотя, с другой стороны, лично мы уверены, что конкретно в Ордло даже после нынешней поучительной истории выводов никто не сделает. Они же думают, что их пляски по поводу отопления и света все уже забыли. Блин, так бывает немножко. Действительно, Украина уйдет в каменный век. Дай бог, дай бог. Да и выводы предполагают признание собственных ошибок, а для местных болванчиков это нереальный уровень. Коллаборанты ничего не умеют, кроме плясок на костях, злорадства и убогих агиток в лучших традициях совка. Авдеевская удавка сжимается. Война Зеленского до последнего украинца закончилась. Началась война до последней украинки. Мы, например, друзья, не знали смеяться или плакать, глядя на сводки с фронта от канала в Изордло. Сказать, что там своя альтернативная здравому смыслу атмосфера, это ничего не сказать. И действительно, в ИСУ сейчас не самые лучшие позиции. Контрнаступление провалено. Украинское командование оголило некоторые участки, перебросив резервы на основные направления. В первую очередь на Донецкое и Купианское. И это позволило российским силам попытаться реализовать наступление на других участках. То есть ощущение, что попал либо в дурку, либо в королевство кривых зеркал, где на белое сознательно говорят черное. А чтобы не быть голословными, сейчас покажем вам примерчик. Оптимизм, который был в первые месяцы военного конфликта, испарился. Так как иностранные эксперты надеялись на внутренний раскол в Российской Федерации, этого не произошло. Всем ясно? Оказывается, эйфория первых месяцев большой войны в Украине прошла, а раскола России не случилось. Оптимизм испарился. Надеялись на внутренний раскол в Российской Федерации, этого не произошло. И ты слушаешься, и ты не веришь своим ушам. А ничего, что все с точностью наоборот было. Оптимизм в первые месяцы войны – это чисто российская фишка. Они тогда, напомним, Киев за три дня ртом брали. Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи дипломатов может не быть. Два дня, а потом падение города. Одессу языком зачищали. Это еще один день, еще два дня, не важно. Все стратегические направления контролируются российской армией. Зайдут в Одессу сегодня утром или после завтра вечером. Какая разница? А тучный МММщик Пушилин обещал выйти на границы Донецкой области к 27 февраля. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. В Украине же в это время просто думали, как выжить и сохранить страну. Особенно, когда из Киева, опасаясь за жизнь своих граждан, вывезли почти все западные посольства. Зарубежное ДИП-представительство вывозит сотрудников из Киева на фоне напряженности на российско-украинской границе. А при остановке работы посольств объявили США и Канады. Да и оружие никто поначалу не давал. Но сложнейшая задача была выполнена. Украину удалось сохранить. Более того, в течение полугода были отбиты даже те территории, которые Россия в Конституции признала своими. Шойгу, министр обороны, приказал генералу армию Суровикину приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. И какими же шизиками нужно быть, чтобы теперь переворачивать все с ног на голову? Оптимизм, который был в первые месяцы военного конфликта, испарился. Да если бы им 24 февраля 1922 года кто-то сказал, что Россия спустя более чем полтора года даже Авдеевку не может взять. Никто бы не поверил. Люди были настроены до Варшавы за один день. Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. А тут какая-то Авдеевка. Да просто тьфу, возьмут и не заметят. И очень уже хочется спросить, ну как? Взяли? Вся Россия уже месяц бегает со сводками из серии «Ура, мы взяли под Авдеевкой куст». Вот под Авдеевкой, значит, мы вышли вот к этим терриконам. Мы подошли к железнодорожной насыпи, собственно говоря. Авдеевка вся у нас на прицеле, но противник все-таки, я как-то вы с вами об этом говорили, пока говорить о том, что он выдався рано. И это лучший показатель того, у кого на самом деле пропал оптимизм. Ведь сколько ни кричи «Халва», во рту слаще не станет. Проведена мощная артподготовка на угледарском направлении. На этой неделе наши защитники продвинулись на несколько километров, заняв новые, более выгодные позиции в Авдеевке. Я думаю, что когда мы возьмем Авдеевку, это мое чистое мнение, украинский фронт просто-напросто посыпется. Но знаете, в чем прикол? Нам уже просто скучно разоблачать фейки из серии «ВСУ скоро капец» или «Фронт вот-вот посыпется». Поэтому мы решили покошмарить новоросских крикунов с их прошлогодней аналитикой. И начнем, пожалуй, с чмони Воскобойникова, одного из самых токсичных коллаборантов ДНР. Укроживотные обстреливают Донецк. Когда мне начинают говорить слово «Украина», ну какая Украина? Ну кто эту Украину создавал? Ну придумывал ее товарищ Ленин, да, это в свое время, это Украина, вместе с немцами, там целая история была. И Россия выстоит, а западные шакалы, как всегда, оскаливаясь и поджав хвост, уйдут в свое логово. Но самое главное, чтобы они не забыли забрать с собой своих подхрюкивающих нерабов. Так вот, еще год назад это тело вместе с городскими сумасшедшими в студии обещало зрителям быструю и легкую победу. Мол, мобилизация прошла, все ошибки первых месяцев учтены, поэтому еще чуток и продвижение по накатанной пойдет. Уже учтены все ошибки, которые были допустимы в начале специальной операции, сколько мобилизованных. Это ж еще не пришли подготовленные специалисты, а ребята придут чуть-чуть позже, как раз на момент расширения нашей границы, освобождения Украины. Тогда же горе-эксперты возлагали огромные надежды на генерала Суровикина. Все-таки космические войска это вам не хухры-мухры? Да и украинцы якобы два памперса одевают при одном упоминании генерала. Если вот такими темпами, как началась операция с понедельника работы, с приходом нового генерала, который будет отвечать за это все, ну такой натиск не выдержит украинский вообще вот фашистский вот этот режим. Вы знаете, что интересно, что его реально Украинцы боятся. Причем боятся те, которые более-менее что-то понимают. Потому что он, его пусть сразу понятен, он космические войска, это ракеты, он пошел-поехал, сразу показал им, что будет дальше. Но в итоге единственное, чем запомнился генерал Армагеддон, это позорным забегом с правого берега Херсонской области. Кислые лица Скобеева и Смуженьком во время объявления новости до сих пор перед глазами. Мы оставляем, судя по всему, Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. Ну а теперь вопрос знатокам. Угадайте с одного раза, извинился ли у вас Кобойников перед зрителями за то, что давал им ложные надежды? Да нет, конечно. Ведь топовое правило всей пропаганды в Вордло звучит примерно так. Если дал подливы, можно даже не менять штаны. Главное, вовремя на сложных щах пообещать зрителям новую некую победу. И вот уже на ушах зрителей болтается новая лапша. И о выходе к Приднестровью, и о буферной зоне в 300 километров. Что? Освобождаем Украину. Наши очень быстро будут продвигаться и очищать землю. Нам нужна территория от Днепра, выход на Приднестровье. И сколько там? 300 километров от Днепра как минимум, чтобы была нормальная буферная зона, нормальный форт-пост обороны. Но ой, прошел год, а фронт почему-то движется в обратном от Приднестровья направлении. Не, вы не делаете включение из Николаева, как обещал еще один додик Стримаусов. Поверьте мне, что скорее мы зайдем в Николаев уже в ближайшие недели. И оттуда уже я буду с вами общаться в прямом эфире, чтобы до конца уже понимать, что же на самом деле происходит на этой украинской войне. Теперь заруба идет за левый берег Херсонской области. И успехи в ВСУ там признают даже российские пропагандисты. У них есть плацдарм в районе Крынок, населенного пункта, где они окопались. У нас перебита логистика между Кинбургской косой и Алешками. Именно в районе Крынок противник устроил переправу без людей. То есть она на тросах, на веревках, и лодки крутятся постоянно. А нельзя это чудо техники? Ну вот это чудо техники сейчас несколько раз и повреждали, нарушали и уничтожали, но они восстанавливают достаточно быстро. Ну а что же в Ордло? Может пропагандисты на этот раз признали ошибки? Да как бы не так. Чудаки продолжают буквально глумиться над холопами. Ведь если вы не знали, оборона настолько крепка, что мышь не проскочит. А все переправы через Днепр чмони якобы уничтожили. Наши войска наступают. Украина, по сути дела, с позиций удирает. Не осталось ни одной переправы через водные преграды. Все уничтожено. И с одной стороны, вроде как понятно, что дураки думкой богатели всегда. Но это ж уже гебельсовщина за гранью добра и зла. Сейчас же как бы не Советский Союз с одним каналом. Есть десятки, если не сотни видео по каждому участку фронта. Было бы желание, садись и разбирайся. Но в том-то и проблема, что пропагандисты считают своих зрителей тупыми. Мол им можно вешать любую ахинею, все равно проглотят. Я думаю, что к началу лету СОУ уже не будет. И вот уже армия, которая годами барахтается под локальными городами и селами Донецкой области, языком героически доходит до Львова. Если нас смотрят, пусть львовяне там запасаются сухарями и роют себе котлованы, как мы дончане, да, свечками запасаются. То есть, друзья мои, мы к вам придем. А жизики в форме на полном серьезе вещают людям истории о заградотрядах из внимания членов ООН, которые не дают украинцам капитулировать. Все же прекрасно понимают, что у них шансов в априори нет против нас. У них прям, ну как правильно это объяснить, они просто в ловушке сейчас. У них сзади стоят ООНовцы, которые им шагу не дают назад дать. И над ним же не просто не смеются, его даже не поправляют. Это, к слову, об уровне всей пропаганды на оккупированных территориях. Хотя вполне себе допускаем, что Москву и такое позорище устраивает. Русский мир изначально не был рассчитан на интеллектуалов. А поэтому меньше фактов, больше лозунгов и сладких обещаний. Они должны капитулировать и все. Они должны восстановить все предприятия, все деревни, города, здания, инфраструктуру. То есть все, кто был против нас, они просто должны прям взять и все это дело восстановить. Глядишь и найдутся дураки, которые в подобное поверят. Собственно, поэтому Путин и вкладывает в пропаганду больше, чем во многие социальные проекты. И пока глубинный народ будет верить, утираться и молчать, кровавый караван Кремля ничто не остановит.